привет всем ребят вы сегодня на канале на тега ошибок смотрите за венгой вместе с нами решили для вас этого героя записать потому что саппорта много просили но по поводу омника марси и прочих героев которых вы тоже просите мы смотрим эти катки в скором времени не будут дрова эмиль дорого дня есть кидара покажут хорошую игру на винге он заранную хороший саппорт он сам же сапп который головой очень много думает у него там анализ героев постоянно происходит анализ обилок меты там и так далее ну если на стриме у него был видел как он лайнинг разбирает жестко старается очень мне нравится в принципе да да прикольно раньше вроде часто стримил сейчас я не знаю времени смотреть ну я его просто не смотрю давно уже скорее всего перестал не забудем ссылочку на twitch оставим может кому-то полезно будет я ему как-то писал не хочешь залететь он говорит на час пока занят сейчас я сниму вас точнее в 5 рубился хорош хорош на миксах да ну в общем-то 100 ранг возможно скоро мы увидим в какой-то хорошей команде сейчас винга метовый саппорт наблюдаем кайфуем линию с тролем получается будет забежали они начали с маке ой ой здорово хорош пауэршотик может быть и гранат куда что он запугал нормальная гранатка полетела но нет него доцелова не жал потому что понимала что и так могут пока пробить они сделали нажали смог смог и так понимаю покупал что-то демон и не знаю хватает ли ему на винге с таким боем но он купил себе две сэн 3 это кстати база для спорта сейчас ты вместо стика берешь себе две сэн 3 одна нужна чтобы разбанить сразу смол и она нужна чтобы сразу big за ну если это смол с нулевой минуты разбанен очень удобно играть особенности ты сильный саппорт вот не даешь подойти к импу телом забанить ты грубо говоря любую линию можешь поставить как тебе удобно и поставить у как минимум 50 на 50 взял себе три ветки феррик доносит в карьере что-то еще на посмотри на шкалашу и манга побольше статов себе взял феррик чтобы в моменте не скиснуть если нападут вообще феррик имба на таких линиях где наш тем моменте могут шот ну да то есть все кнопочки нажать быстро тебя убить не хочется размениваться с течисами такой он течиса позвонил теперь кентавра просто убиваешь и цель сейчас бьет по максимуму на жалко что 2 левла нет вот он не full expo тролля забирал если он забирал бы full expo то он еще с у обоих был бы второй левел но на таких линиях как там троллинга ты можешь второй раньше обнуть потому что вы на первом левеле очень сильные и за счет этого на втором левеле напасть подпушу час линию пока стоит со своим кором могут попробовать убить задувочку граната вот гранту очень долго он не нажимать еще бы тычка залетела бы то что такой ну с хитендрана возможно даже парочка бы ты чего еще дальность гранту не жалеете вы нажимаете нужно нажимать сразу после станов промежутки тыченко почему после 100 она потому что не смысла замедлять гаранты пока герои станет стоит то есть ужательно под конец почему между 1000 потому что у гранаты тоже есть анимация поэтому тычку далее выкинули гранату хорошо нету стороним раскрытие вообще линия сильная получается много кликают вместе вот сейчас линия запущалась можно в принципе вот если вы не меньше вы тратить бы то он был заранее пошел бы на маленький камп сейчас он проверит его из того что я видел подучился этому у дука леса когда на пятерки раз смотрел что он делает он ну и на самом деле потом начали на многие про игроки так делать они сын трю сразу ставят в кусты вот и четверка если ставит центру она не чекает вражеского центру она просто ставит и убегает ну это это на самом деле очень редко происходит но прикинь ты на четверке ходишь там что-то бегаешь и ищешь в начале игры когда тебя вдвоем могут там прессингануть резко то есть если керри там и и пятерка будут там но то есть заранее просто центру можете ставить супер влево и чекать так а профит в чем в том что ты придешь и сразу не понял у профит том что ты сразу поставишь центр эту а потом ты кому не нужно тебе обходить ты снимешь рожескую следую плюс иногда враги ставят центрю на кэмп заранее прям сильно заранее то есть они допустим на 0 секунде побежали он побежал поставилом гарри и убежал допустим под рун а ты потом идешь на линии возвращаешься после рун ставишь эндрю и сразу давали шоу центре если он поставил короче профит профит иногда в этом есть и еще бывает такое ты же можешь прокликивать героя вы допустим вы на рунах стакнулись и ты видишь то что учил антечис антреи просто нет скорее всего он уже побежал и поставил сентю поэтому есть профит есть профит но он попозже разбанил в принципе тоже нормально лотус кентавра танчик в двойку берет от многие игроки стану первом лавле берут и на винге потом линию проигрывают ну что ну со вторым слишком просто трейдится 60 демиджа кстати говоря раньше был гораздо больше урон 85 носит патчи 735c то есть на 25 единиц подрезали но от этого винги винрейт не стал меньше нормально димашь биле залива его раньше же качались 12 на третьем ты выбрал двойку и оставлял двойку потом уже стану максим ты думаешь нет и не брал и зачем даже если в прошлом патче ты брал в двойку чтобы что чтобы секунды кд подрезать 1 единицу брони и 15 урона нет и не брал в двойку но я возьму штамм двойку который дает тебе 90 урона на человек нас нажатия им ху ну третий левел ты еще не получаешь пор берут из раза в раз он соло взял такое такое не это не очень нравится как кидара скачался в это время конечно же помогать нажимать тычки нажимать тычки по ее их не сдувает вообще вот тут он хотел по двум героям в принципе геймплей на винге такой что ты стараешься по двум задуй то ты стоишь и таешься с одним и через него продуваешь на двух героев таким образом еще и тролль в пачке допустим воюет с кентавром от его портать состоишь продукт сам воюющий статусом а тролль ковыряет под минус армором кентавра на забирают героев и соответственно ну ты выходишь в положительный размен для себя вот но тут он хотел задуть по двум тоже по 3 что это кентавра но как только кидара начинает бить вышка лучше сразу в него минус армор дать потому что потом перегрит и твой минус армор уже он просто не перегрит он сразу перегрит у меня сармор бы не дал бы свой профит все ходишь мимо вот ну а сам на кидара брал тоже 12 до летим то есть видимо от игры к игре но я не знаю чем мотивируется человек может быть если выбираем какая-то супер пассивная линия ты просто запомниваешь тарым тарля пытаются пробить хорошо нажал кнопочку но где тоже заберу да он тоже но линия кентавр течис это очень сильная линия если ты с ними пытаешься в долгую трейдиться то у кентавра просто 2 без кд течис лоу кд на первом скилле он еще реактив тизер хорошо взял на течисе ладно пусть пока рисуется мы прервемся давай кажется что все сезонные ивенты подошли концу однако боевой пропуск на эпик лук пока еще в самом разгаре и прямо сейчас по ссылке в закрепе его можно получить бесплатно а не за 300 рублей выполни 15 простеньких квестов и получи случайную аркану а за полное прохождение всех 60 заданий дк хук плечи на эсэфа или аркану на вк ну и не стоит забывать про катакомбы тут нужно довести кунку до сокровищ и забирать бесплатные предметы на все про все дают 4 хп но все сделанные шаги сохраняются из-за них можно открывать мега сундуки с реально крутыми шмотками ссылочку на все эти ништяки я оставил закупленном комментарии кролику там же лежит и промо код на 15 процентов и бонусный пузырёк с хп-шкой в трэжер хантере возвращаемся вообще он хотел сейчас бежать подмит на 540 где-то он поставил vision и хотел побежать подмит но она в этот момент начали нападать на тролля и при ему пришлось развернуться целом заметил недавно такую тема которая почему-то я не думал допустим не успеваешь то есть уже допустим 550 а ты все еще не под видом давно увидел что просто по не некоторые игроки нажимают на мид вышку и контроль от руна уже от этого и возвращаются на линию туда нормально почему нет если очень важный в миде матчап в руна зависимый тут немножко он подставился на тролля потому что мог попасть и в ней сыграть пока не подошла просто маленький все но она тут нга успела вернуться и я ну ладно для венге это кайф куча xp а может быть за их спой побежать как-то ну так чисто прям через вы швы туда вот тогда в наше время нельзя терять м.м. протепнется он сканет но будет пусть а быть может быть он таким образом разводит их ах ты крыс он просканил еще накидара а чё не ладно а а-а-а-а а ты тут на пугне вообще а чё не почему на пугне тп отменил может ему сбили может ему сбили может ему вера к сбила там шейка как раз когда был рассмотрю пугнутая бойца нам видно на мини-карте потому что это реплей все феррикс халл слоты запакованные граждан и стик феррик все на статы и слаб есть ну слушай хорошо хорошо отличный паттерн вот как мы на тренировках разбираем вам нужно на линии там почему там работать с мо смол разбанить big заблочить на пятерке потом под лотус подраться вот тут пушить линию если есть такая возможность потом снова пулить придут драться и уже выходите под руны в мид он хотел но не успел потом собственно ну сами забудил ботул так сказать прям принес свои извинения там будет спирит было так с руной целом и потом побежал в боте подрался плюс пошел за руный опыт нормально по отработанному геймплей так скажем телепорт у него сейчас есть целом у него есть возможность т.п. в топ нажать прямо сейчас ждет потому что вас придет если что я бы по агрессивнее бы наверное ты понажал бы в то на топ вышку там же никто не жалко падает т.п. у него имеется ты часа можно подсвапнуть хорошо ай-яй-яй как как не как неприятно сейчас получилось ты часа вторым скиллом задиспелил щит за счетом а у винги кто не знает почему она вообще стала сильная потому что хорошо потому что теперь когда вы свапаете вражеского героя либо тиммейта вы вражескому герою отнимаете 150 хп 150 300 450 тиммейты даете получается это хп и себе врагу отнимаете себе соответственно даете тоже на 150 хп в начале это очень много учитывая что в принципе перемещайте еще героев для тиммейта прям особенно хорошо вот в принципе что чем я сделали всем 35c немножко стан на секунду подняли по кд но это не критично вот на самом деле неприятно чтобы его в террор подрезали с 85 до 60 вообще был очень хороший скилл 85 дэмэджа в идеале ты можешь по двум героям дать плюс скрипаза волосхит это все равно хороший скилл при этом ты минус арморишь ну да все равно его нужно 3 армора забирает урон атаки 10 процентов еще урон атаки забираешь 10 процентов кайф но он же лучше скеллится на третьем чем стан на третьем но если ты в 2 берешь его а не стан еще плюс 5 процентов снижение урона то так еще минус армор а там нет плюс 01 стан ты обязан вот так раскачиваться чё за глупости вообще нет 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 я вот сколько раз посмотрел уже я уже я ну 15 урона у тебя 15 урона и не брони не баф на стане бафается вдвойку таза не бафается просто урон на втором левле очень сильно ну ты просто посадки посадки демиджи но еще минус армор еще минус снижение урон так не знаю лучше когда я на стане иметь 10 секунд чем когда я на втором имеет 10 секунд ты же понимаешь потому что ну ты поэтому двойку оставляешь чисто на линию а потом уже стандом окшиваешь план тут кому-то двойка оставляешь но при этом на третьем левеле ты берешь стану в двойку я почти уверен что это так ну вот по мане вот один огромный плюс у троски вата что он по мне меньше стоит типа из-за монакоста если я прям маны мало осталось то кончу тут им и ой хорошо а вот был бы у него второй за максимум не ну ты даже ты его не макси счет и вдвое не оставляешь по поводу сейчас про на тревогу решили 4 ультимейте здесь нажмет на дожать ай не смог нажать из-за того что пугно вардом его приручил пугно вардом до поддамажила но я бы хоть и нормально тучу поднимет а он не добьется цельника добью добью но не муки хотел сапнуть чтобы тролль пожил ультанул но не получилось а вы вот чего винги 100 можно тебе свап сделали что там же раньше процентаж на тебе блок давался помнишь от свапа то есть сколько там ну ты получал как бы этот щит который там процентажа 40 процентов урона блочил или что-то такое там было из какой планеты который в процентах ну там короче ты получал какую-то какую-то фигню которая процентажно было чего урон не знаю такого но я не игрок на венге но по-моему ты просто ничего не было чего раньше со слабого раза слабого героя чтобы я не обновать и поищешь я тогда извинюсь если нет ты извинишься ты ты пока матч смотри да 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 он владимир покупает первые шмонку он играет просто под кором решил вообще ему ему вы с медаком стакнуться свой спиритом чтобы демоном не могли бы только вы намутить так то есть грязи намутил нормально просто подвышал на 3 минки развелся свой спирит доестов героев красотень еще этого можно даже стомпить не жмёт что шедес прячет и винга станом продлить хорошо вот так вот на за свадьбу секунду уменьшает урон получаем владельцы способности и перемещенным союзником на 30 40 процентов вот лишь прикольно да и типа почему я сказал потому что в начале теперь надо это было но это вот до до вот этого изменения будут и так короче раньше было лучше в лите потому что очевидно да это круче когда уже полно урона но в начале вот эти вот 150 дамеджи как будто извини ты качань кача другой сделаешь после стрима в лесу сотку прощу который ты в споре проиграл и у меня забрал в ров лишь а я взяли забрал точно ну ладно смотрим дальше подмакшивать 2 пассивка нам не нужна он очень много играет под бот линии то есть он понимает что его герой возможно выбора не работает бывает же просто смог нажала за экспо видимом бежит вот насколько важно экспо что он так сделает ему сложно продавить ногу потому что ну на года ему видимо сложно продавить эмбра хотя эмбра убивают вообще ты ты под видом стараешься играть ну на сапе он стоит типа дэвид бот качается еще по-хорошему по фону ты же играешь под мидера просто ну да 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 ну там видимо и так все хорошо они может это проговорили вот единственно что он депнулся так агрессивно под бота тут героев нет а его просто убивают он хотел на интернет а что это плохая смерть была хорошему с рункой но при этом плохой телепорт но он ведь не видел героев поэтому так бывает бывает потоп его тиммейт ему ваются почему вы играете с мидером потому что у него самый высокий левел потому что ты под него стану жмешь потому что у него больше всех урона а керри сейчас просто хочет выкачивать крипов поэтому ты керри не нужен уже после там условно 8 и 7 минуты керри просто играть на свой кач он качается ты хочешь после допустим на саппорте поиграть там с мидером с оффлейнером после рун xp под восьмую допустим руну да и при этом желательно оставлять телепорт чтобы если керри долго линию стоит и там файт какой-то в боте на вяжется ты в принципе можешь тп но смотри опять же если брать вот эту игру она немножко другая потому что увы спирит и так все было круто он нет вышку там что-то сломал туда-сюда и он мог на венге оставаться в боте дефать вышку получать там экспу золота какое-то и если чела обнаглеют туда тп нажмут и они убьют там героев ну да да конечно ну плюс он секьюрил какой-то кача тролля тоже да всегда линию должны занимать час мы можем к ним уже развяжутся хуже будет справа то кнопки есть убивать их просто всех а реально айрон бренч на эмбре он хоть и вначале писал в эрке типа шо там лоскил анлак мы обратили внимание анлак я просто эту классику уже тысячу раз видел когда чел за самый болтливый сам дом оказывает и самым лоскин успел добрать хорошо кстати везет он всегда ултает салл экспу такую сочную не по итогу 12 на 16 минут будет но он относительно жадно играет заметь он подкачивается тоже он очень много на экспе сидит на линии она венге это круто герой же сильный сам все да в целом какой-никакой там от руки даже damage будет можно там подковырять чуть-чуть загоним чеком будет флекса по выдавать владимир просто первой шмоткой хорошим творц сколько у него 4 300 но у пугны побольше но как бы пугна есть пугна талант теперь на десятом всегда право берешь наш тяжелый выбор был потому что сейчас выборы по моему супер очевиден для 200 урона свапает аж еще бафут урон наносишь больше у тебя ранний 12 уровень вот он сыграл на свой ранний 12 еще и у него просто сульты нюк в 500 500 дамы ищет за числа такой же ищет соответственно тоже 500 500 чит просто офигеть смотри смотрится ауры достает он до тролля или нет мало того что может пациенте чего так еще дать ему кучу хп так еще дает урон от пассивки минус арморит станет еще и аура владимира есть просто идеально аур владимир сколько ринжа 1200 как у ауры венге как лавры пассивки а владимир очень хорошо я видел solar еще берут я видел линзу берут но мне кажется что владимиром слишком хорошие для иначе реже намного берут на обычно берут либо ну вот владимир самая частая покупка владимир немножко подрезали но при этом все равно артефакт появляется грех не брать если тебя в рк от руки бьет универсал и свете тролли другие бьет вот спирит такой микс на место вдруг денежки появляются таган покупаешь на иллюзию тоже аура работают беги на надо выше шоу хорошо стакается 6000 преимущества но тут на самом деле у них разница в первую очередь в мидере вы спи это все хорошо в эмбер спирита все очень посредственно пытается эмбер молнии себе купить за игра для эмбера насколько я понимаю вообще не тяжелая вот и как эмбер player ну смотри какая играющего в эрке насколько ранее гладь не ручала появился да нет там гладь не рай и не планируется вот и вначале ты смотришь вода нет ничего что его мы ему и муранами . сломали вот что грустно очень нормально походил поубивал просто не успел немножко под бот свой спирита пошел туда стомпеда нет поэтому он может драться вы спири на самом деле очень сильно зависим от рон и так посмотрел играет тоже оба зависимы и просто паута пюро в принципе на ногу у них тролль есть какой-то да но на часу эмбер спирита игра заканчивается потому что огонь им появился ой да сам будет киснуть 100 и 100 ну и пау пугни будет тяжело ноги будет потяжелее такая что вот если бы дали начало эмбер спириту была бы обратная ситуация которая не могли бы вайда также постоянно убивать он был бы большой на эмбере с рунами и так далее 50 на 50 купил себе в рейсбэнди купил себе венглей чтобы быстро бегать ботинок не грейдит хотя в некоторых случаях мне кажется на венге ты обязан наркансы купить взял первых у самого на хуме очень большой во-вторых если ты играешь что подвязывается с арчи там пытаются его убить тролль помогает но тик не торчит секс 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 ну чё-то как-то плохо он решил что он себя отдаст и свапнет ногу потому что ноги не было слипом об этом была инфа но он просто не успел за ней слишком быстро и нога он мог выжить но решил рискнуть не получилось то пофиг игрок сам не долетел талант у венги на 15 тоже конечно сочный талант сочный тролль кстати вот подошибся тут подошибся с долдом чего не у нас объясню почему манта есть цыганом неплохой шейкал пытаются огрызнуться хорошо вас перед вошел поверь вчера тролльных или заходил похоже картина какая-то есть такой но смотри в чем ошибка этого тролля сейчас же билд метовый манта аганим но почему он в ногу которая с арчи там покупает аганим первым слотом анима ну да даже нужно манта чтобы тебя не салит не сможешь аганимом скинуть топорами себя арчит да ты сможешь скинуть себя топорами чайные фисты там и так далее но блин купи просто мантом ноги доту кучу денег отдали моментально вот если что-то не так пошло на венге вы должны просто за корни стоять накидывать минус армор давать ауру пир кстати вообще какой-то уникальный игрок зверюга вообще зверюга но от ними не по этой игре смотришь просто как он играет официалки играет на всем от ми по до марфа ну вот он играть на его за вами за ним наблюдал просто огромнейший пул супер уверенный супер на мужика идет просто не уступает никому по индивидуальному перформансу знаешь и так вот пир мне чем-то и таро напоминает только только мне кажется он даже более самоуверенный чем я таро но это не значит хорошо рациональный наверное где-то будет артистный фол у которого супер рациональный геймплей есть и таро у которого все это усреднено есть пир который играет да похуй я куплю я выиграю и выиграет и и выиграет да ну а когда-то не выиграет конечно при том что он сколько год там или около того сидел на оффлэйне катал и хексик на фактинг толкова врачи даже хорошо это базированный этап снг игроков водик на оффлэйне потом в команду к ноль фолу на троечку там в этом или куда не смысле не так фол и рамзес уходили в егэ на троечку пер вернулся в снг на троечку ладно смотрим за мингой сегодня кстати говоря стрим идет сейчас скорее всего вы смотрите хороший swap вот-вот в подложить когда ты с лапышки ну и ладно самом деле ты кайфуешь от того что твой кор выжил ты не кайфуешь ты просто тенденцию подсевил типа норм но ты не кайфуешь ну не 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 кайфуешь кайфуешь если ты подсевил человек не который ошибся на которого вышли в смоке и ты подсевал ай а если он бездарно пошел подставился и ты его свапнул вынужденно конечно напишешь ему что что он не прав сначала была хорошая теперь конечно темп немножко лично венге подзбился но ты за того что в эксперт выжил пугнущий загуляпши убили вышку подрываешь куда хоть не будут почему-то непонятно почему или кентаврик далековано человеку он один прыгает еще еще это такое пир даже не дрогнул просто развернулся в обратную что это было все такое на хиграунде стояла смотрел не знаю подумал что они смогут не оценил ситуацию у них два чела скисла там все резнулись он прыгает подвышку чудо удивительно как те новости с кейком майн-контрол а по итогу думал об этом странное что-то какая-то внутрянка чем можно сказать что что-то не поделили туда пришел займ он minder на слоты тренера тире менеджера разногласия какие-то майн-контрол почему-то сказал выбирайте либо они либо я я понять его могу он как бы игрок вокруг которого собирался изначально состав как он сказал на стриме у горка кто не знает у майн-контрол а ростер был тундра вот и там был пюр собственно на класс topson и в этом он спасаем in control очень хорошо они себя показывали для состав таких миксованных потенциально сильных молодых игроков и олдскульных старых типа topson и майн-контрол а вот и по итогу майн-контрол а перед официалкой просто кикают при том что они выигрывают половину матчей минимум очень хорошо себя показывают и майн-контрол на стриме у горка англоязычного стримера рассказывает то что за я взяли на слот менеджером и миндера на слот тренера у меня с ними разногласия я сказал руководство убирайте либо они либо я с одной стороны они могли выбрать его а с другой стороны на поводу игроков идти не всегда нужно правильно типа если чел быкует порой лучше отпустить этого чела отпустить майн-контрол не вы не вызывает ощущение знаешь такого токсичного какого-то игрока игрока манипулятора но что-то ему в голову сбренье вот он тролль почему-то умирает на речке что происходит по игре и еще не нравится это просто просто ждут они на табре стояли эмбер по итогу передавил ну от от профессиональной доты конечно эта игра отличается очень сильно кентавр прыгает венгус ты что они пытаются забрать сап надо нажимать может и сможет прыгать под доджил немножко урона минку сломать а не успел спел сразу дуть начал задавать было боровы сломать минку но не он очень много времени потратили тимой ты в это время должны были что-то сделать поэтому просто пауты xd кентаврик может не успеть база если ноги летит 1 специально нажал sleep и как можно скорее а его сказал богу развернем а сам дырочку да им нужно чем нужно стрелем разочек пойти и таки вы найти свой спиритом вместе пусть его не только бкб все купил он просто его не нажал он сам поделены торги никак тут не умирает если за ним стоит венгали просто как катка идет либо он ошибся то что пошел далеко либо ошиблись они то что не были за них но он тройка про фарма он чем-то на речку побежал когда его команда под видом стояла его там просто убили шансов умереть тут на тролле я просто нет вам поэтому себе бкб обжарил и сейчас пришлось шансы сегисом уже точно не скиснет шатунги есть кто и говорю хороший очень станут силу и все тролль успел нажать боковая там где креп но она подвышла не хорошо чего сделали на самом деле враги да не втроем скисли но сама идея была нормальная вдвоем рашид вдвоем отпушивали пачку так немножко не круто потому что думали что никак здесь враги не окажутся я уже должен держать позицию да 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 ты не понимаешь также игры ну или прям фришные какие-то но хорошо сложилось убили троих по взлом но . по итогу должны забирать нас уже потихонечку тикает огоним какие-то ассисты получает талант честно пятнадцатом уровне будет вот тут вопрос таланта либо снижение брони минус 5 ну в смысле плюс 5 к снижению и в итоге у тебя получается 11 либо две секунды перезарядки станом ой 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 хороший временам то часа но ты бы что взял перезарядку стану а ты он по итогу ты пешит думал что рошан опять же фришный но рошан не фришный в итоге пюр подбирает а егис ой 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 как все плохо и он немножко не успевает на этот файт на просто аккуратненько выходить перезарядку стану да в целом под огнем очень хорошо ты очень часто это стан будешь нажимать под шарт это двойной стан но я скажу что минус 5 брони причине плюс 5 к снижению это еще минус 5 это это очень много учитывая что у тебя шесть и представь какой-нибудь лана и за имейте доме минус броню ты же любого героя под дозолем делаешь минус 30 термора там парка и дозолем венге все таланты имбалансные вот буквально если у него брали у не раньше был талант чтоб ты был в шоке у него талант на сквозь боковая на 25 если помнишь и дописать на тихо говоришь тихо говорю может покажется ланико сейчас такая стадия игры где можно потихонечку подключить гоним он в принципе не брезгует чтобы подкачиваться на просто подбивать крипов как видим она фуловый станчик можно опрокинуть по пути чисто куда-то он бежит он игла может кемпик подкачать потому что владимир герой не стал дай докачаем большого не должны ему оставлять денежки час ага надо дагона ведь еще икс по лежит хорошо как и на двадцатом 200 к урону magic мисла что он террор крадет 20 процентов сниженных урона и брони но это для корминги талант скорее всего с другой стороны каком-то тиро блэйду морфу подрезать тоже хорошо да не над правы надо брать нас на сапике у тебя нюк в пятьсот шестьдесят который ты два раза можешь с иллюзия прокинуть моментально еще два раза с иллюзии момента героем откинул потом появился иллюзий а прокинул и шардом ты это делаешь по двум персонажам на на самом деле выбор очевиден кстати старыша все вот этот вот теперь начинается лютый кайф на венге потому что но еще нейтралку можно заменить на какую-то более полезно на рейндж каст какой-нибудь да чтобы swap и стан был побольше по рейнджа там ноги аегис чага них неплохо забегают может может подраться уже станет еще надо было спрятать я думаю большему времени выиграл атихал какой-то ну нормально и да он был подарочил он по-моему мог свапнуть эмбра еще по торчитом он был но он же под каким он читом он был если блутер нажимал свой люди моим брейнер ну неважно он там полу не мог нажать чай если бы они среактили сразу мне кажется они могли там попивать стима туда долго-долго ничего не делал точно это выиграть увидеть где тролль вот он он отролея в моем понимании вот с таким билдом тем более он еще летанул он должен просто вперед пойти ну ладно там эмбр кажись без кнопок тик не добьет но ноги аегис и кучей люзей чё выйдет просто нам чего это передолжен догонять его еще и у есть новаяся но и кису били тиммейты не скоро сразу отходит самом деле зря они это делают почему вы что тренинги уже рисуются уже резнулись точнее а его тиммейты не резнулись урончик этого он умер на венге и час будет спирит супер опасности жмется слив и блатор все он умер просто не надо было просто выйти выше вы когда выбили аегис вы смотрите на верхнюю панельку кто чё да как они пытаются убить нагу у которой сладо уби выберя ягис окей она при этом винга погибла отдала салаги у ноги и там давным-давно уже резнулись венга пугнут и часы которые бегут сюда а у тебя что-то демон там еще секунд 20 был наверно тролли и верка тоже короче надо было срулить после аегиса он даже на венге хотел срулить новый спереди что-то продолжил ковыряться но скорее всего он и зафорсил потому что он потом пошел чекать чё там чё там за ранговый спирита видимо подумал что они могут чё-то смочи за шмотку взял и эту шмотку так редко вижу ну она типа переключает 20 процентов от максимального максимальный мануев 5 секунд как-то не знаю сильно я не знаю я это шмотка говорю очень редко вижу это у тебя должен быть огромный монополы тебе должны не хватать хп вот тогда она прям решает на медузе пола на гиста закидываешь на наоборот до здоровья в ману ну да зачем тема на здоровье мне кажется наоборот надо ману здоровья нет а зачем тебе щит больше облачет урона тащит больше площадь урона ну манате больше на единицу манаты больше урона больше чем от хпшки он нет но сколько там на единицу ман и блочится урона медуза что значит ману попозже про это тут файт где кент прилетит нужно варку бить такой замерин тюжной файл все на самом деле не очень хорошо хрикин без боя он что от него отошли это неприятно который же драться не может него ничего нет они проиграли сайт ты давай черт попова этом привет даблон переключает между двумя режимами то есть два режима включил на один который режим здоровья я переводит 20 процентов максимальные маны владельцев максимально здравтое сеть а просто мана превращается в хп в режиме мана переводе 20 всего Mac mane затронет правильно ну да переводит то есть забираете джин маны переводе 20 максимально здоровым актуалон ты либо теряешь ману получаешь хп либо теряешь как по получаешь по lamp а не вот так это работает и соответственно ты потеряв ману от максимального монопула увеличу свои хит-поинты что в принципе ему выгодно ему она не нужна что ему маны хватает на нажатие три кнопки потом он умирает ему просто нужно быть пожирнее просто настолько ли это много 20 но получает он там максимум 200 хп мне кажется шмотка не такая не супер сильная а у него сейчас стоит здоровье да я думаю да там по моему второй эффектом по-другому немножко вылет он забрался 20 процентов маны и перевел их сейчас вы пышки поэтому не до 100 да 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 то есть вместо там допустим 9 солен маны у него 750 маны и 2 стухом и 150 200 хп добавил себе по идее ну короче что-то не очень это это дайте мне кажется прикольный для ультра жирных героев которые маны наоборот не хватает от обратно либо кого-нибудь о да и допустим у которого мы на полно с другой стороны ты монопол теряешь теряешь урон да да ну как-то странно а медузе не понравилось вешнего дня не особо важно здоровье на медузе ну может быть на медузе может быть чисто добавишь себе там не знаю двести-триста маны а это в переводе на хп-шки ты очень мало маны добавишь себя потому что у тебя максимальное количество маны на него хп точнее она небольшая допустим косарь 200 у тебя будет хп косарь весь ну это хрень вообще есть честно ну капец и конечно брюш ноги тяжело на меня играть ничего не может влиять на тебя вот такие моменты когда у вас убили можно байбак нажимать его два нужно и вас нужно еще раз убить потом и люди чего-то в сезонистов венга не играет именно как герой тяжело очень тяжело тяжело на тролль и там даже троллю так неприятно как будто чела под нолик армага будто учела дисперсер fly блат орн у него 6 лотов на ноги очень больно 5 5 проиграет еще выигрывать это вот я тоже задумался они очень выигрывают это потому что они уже сколько пять файтов подряд проиграли и как-то без шансов кто-то я просто тушит чтобы вам чё вижу на нету недвижно что байбэк мусо тролль тролль живой тролль боем тролль боем подстанет у меня боковой нет тролль я не знаю может ли он раз но подвинуть под респаун винги перед ноги на самом деле такие файты долгие это вообще нереальный кайф о 11 просто все диспеллет а я смотрю как венга дерется с вот так вот нападайте вдвоем втроем не в пятером все кроме ноги нападаете урала не так много она в секунд без боя умер ничего страшного там-то два вышки сейчас время к нет или чё похоже ну чеха будто уже на перри ошибся да погибнет вот он и за чтобы как нажал смог сбить каст во слипа и он тоже без боя вот то что он без боя это критично чё-то нереальный поплавок да может не играет на эмбре может не медак вообще еще и на эмбре не играет пюр прям так потеет и невозможно кому-то что еще раз очень сильно потеет на пьюре но сейчас же он ошибся он один пошел в трех героев чтобы убить иллюзию венге из-за этого он сдох он мог просто подвыть и нажать slip и выжить просто то есть и в это время он бы просто вот они пошли бы в рошана он бы все линии звукал бы на ноги но это все равно нечестность это один раз ошибаешься ты придал в мм это наверное иногда честно играешь против игроков ниже уровнем прям видно насколько ему комфортно на ноги играть причем ну троллю где-то не повезло остальные герои особо-то ничего не делает он просто ноги иллюзии направляет и все вот spirit очень много делает в катке да да и такие бодрые прям ну у них буквально меньше всех делает как будто тролль не знаю почему такое ощущение но я его вечно не вижу но игра для тролля не самая приятная я тебе скажу кайтед уходит астралы и чины он ошибся пару раз и потом просто из-за этого тяжело стало играть вы когда он пару раз умер под ним не было героев он там где-то сам загулял где-то его тимой ты не дошли он что-то вкусное но целом буду можно тут на тролле прям не умирать если грамотно все делать плевать или смотрим он разве не больше давал раньше раньше он также давал даже он дальность атаки вам давал 100 либо дальность заклина не давал 100 аурой он даже давал меньше крайне пизерки сканировали 50 процентов это очень жестко ну и соответственно аура рейнджа атаки а у раз прожать скилов очень приятно радиус тоже 1200 1200 это вообще базовый радиус базовый радиуса в купил себе гос потому что просто устал что его убивают постоянно убивает нога в частности взял талант себе на стан и на двадцать пятом уровне ты берешь себе зарядку слабо можно какой-то актерин купить чтобы чаще нажимать еще когда слабо будет очень минимальная но как ты видишь на высоком уровне игры эту иллюзию просто пир сыпелся это правильно 5-7 раз подряд убил просто моментально эту иллюзию за хомячить и все fight в топе они в боте были вообще вы спирита совершили бывает нажать сыр тролль утонул мы за диспелил нагу по ней фокуса нет никакого где-то где где эмбр он даст и нажал по пальчику кого-то просто просто слой хотел освободить даже без голодный чаварник поставит где она как будто он начал не ушел алман сил видал думал что так он без боя а он с боем уже успел на фармить бабки файти код убил все наверно все делает крутится вокруг него до хватит ну сколько можно чаблотор на счет тикнет бац кусочек слава красиво красиво в век к сожалению не было у нога с боем в паблике на гочи можно одолеть на тролль со егисом тролль сульта еще может быть как-то какого я смеси оконечно просто убивают хороший ребенка двор спирита но все там наверки наверно таксичил люто там наверно всегда у них в голосовом лайне происходило особенно я наш когда тролль моменте перестал что делать там такой вайп был уже застаться сложить оружие повесить колчан и лук на на гвоздик на верке ну что ж такая катка на венге была в принципе хорошая ну что вот что я для себя подметил что можно что давай в 2 на третьем нет в 2 на третьем не берем особенно если стик и манга донесли себе сделал он допустим потом что еще что еще скажи мне скажу то что он очень много подкачивался в целом он он так начал как статуя двигался занимал территорию маленький кэм пока не профармит не двинется такой медленный герой сам по себе да в целом много дефолбот плюс 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 ко всему вот в определенный момент он мне кажется слишком много подставлялся что ли да хотелось сапнуть но мне кажется ему надо было просто искать пойди вперед я тебя свапну в только момент когда их двоих подстанело кидару много очень разговаривает в целом то есть это скорее всего кобальт full mood кобальт да не вроде кобальт это чел который русский язык понимает он либо русский либо украинский там по-моему два таких кобальт и еще какой-то поешь мы с тобой тоже обсуждали кобальт и похоже никто турок есть еще как кобальт ну ладно ребят спасибо что смотрели такая карточка на сапе получилось надеюсь вам понравилось что-то для себя подметили мы с вами прощаемся и уходим на стрим давайте приходите на стрим